Более 50 человек по собственному желанию уволились с 322-го авиационного ремонтного завода в селе Водвиженко после перехода предприятия на двухдневную рабочую неделю. И это уже вторая волна потерь опытных сотрудников. В первой из-за задержки авансирования с января по август завода ушло около 200 сотрудников. Под угрозой сокращения еще более трех сотен работников. Причина таких непопулярных мер – недостаточная загрузка предприятия оборонным заказом. Это существенно ударит по карману наших работников. Пойдут в первую очередь за ворота молодежь, которая привыкла к стабильности, искать рабочие места в других местах. Почти в два раза снизилась заработная плата. Многие работники ушли работать в город, в частное охранное агентство, в такси. Многие оставляют семьи, уезжают работать вахтовым методом на заработки. Это существенно понижает квалификацию наших кадров, заводчан. В гособоронзаказ для предприятия на 2020 год включены работы всего над четырьмя самолетами. И с 1 ноября это может грозить третьей волной сокращения на 150 человек. В штате завода около 600 человек. Чтобы обеспечить им занятость и зарплату, предприятие должно получить на ремонт не менее 8 самолетов. Представители завода уже обращались в Объединенную авиастроительную корпорацию с просьбой увеличить госзаказ на будущий год. Но пока заказы распределены на предприятиях Запада России. Причины такого положения дел самим заводчанам ясны. Проблема отставания предприятия от норм. Несвоевременное авансирование. Соответственно предприятие не смогло своевременно оплатить изготовление деталей и запасных частей для самолетов. Отдельные узлы и агрегаты изготавливаются на предприятиях изготовителей от 6 до 9 месяцев. То есть в апреле месяце 2019 года в ходе Координационного совета в Москве при участии профсоюзных организаций и руководства ПАООАК этот вопрос был озвучен. Я лично озвучил проблему того, что гособоронзаказ 2019 будет под срывом, потому что мы не успеваем это оплатить. Как известно, кадры решают все, и особенно на Дальнем Востоке. А в случае с авиаремонтным заводом воздвиженки теряют не просто кадры, а сотни ценных узкопрофильных специалистов и инженерное звено. По кадрам, да, по потерям. С 2017 по сегодняшний день мы потеряли 233 человека. Это ценные кадры, это ценные сотрудники. Специфика авиаремонтных предприятий, к сожалению, такова, что подготовка специалиста занимает, ну, во-первых, профильных у нас образовательных учреждений по авиаремонтам их просто нет. Ближайшие находятся в Иркутске, в Комсомольске, на Амуре. То есть, подготавливаются специалисты непосредственно на предприятие. И вот те люди, которые ушли, да, инженеры и технологи, ведь они на улице тоже не валяются, к сожалению, их так просто не найдешь. В сегодняшний день, учитывая все проблемы в Приморском крае, потому что наше предприятие не одно такое, да, где идут сокращения, В сегодняшний день при этой поддержке мы отставим уже права, наверное, всего региона в целом, потому как, действительно, слова президента были сказаны о том, что развивать Дальний Восток, к сожалению, собственники наших предприятий находятся зачастую в Москве и не совсем воспринимают его слова как относительно себя. 322-й авиационно-ремонтный завод является ведущим предприятием по ремонту самолетов и вертолетов в Дальневосточном регионе. На предприятие направили комиссию из Москвы. Группа должна ознакомиться с документацией, а также установить причину невыполнения гособоронзаказа на заводе. В связи с проблемами на предприятии глава региона Олег Кожемяка направил ходатайство премьер-министру Дмитрию Медведеву о поддержке завода. В частности, речь идет о возможности сборки воздвиженки гражданских самолетов. Алина Кузина, Евгений Апарин, Новости на Восьмом.